Когда человек только начал свой жизненный путь на планете Земля, сложно представить, какие он испытывал чувства. Этот мир оказался богат на пропитание, без которого долго не продержаться, но в то же время не забывает преподносить сюрпризы в виде непредсказуемых опасностей. Мы с давних времен наблюдали и приспосабливались к жизни здесь. Днем нас грел маленький желтый шар на небе, а ночью освещало путь другое светило. Казалось, что все это создано кем-то специально для нас. Но со временем человек стал все глубже исследовать свое место в этом мире, кругозор становился все шире и вышел за пределы Земли и даже Солнечной системы. Тогда мы осознали, что вовсе не являемся центром Вселенной. Относительно недавно мы узнали, насколько огромны размеры возраст Вселенной. Стало ясно, что наша планета – лишь песчинка среди бесчисленных миров, вращающихся вокруг своих Солнц в других галактиках. Млечный Путь – это всего лишь одна из галактик местной группы, которая входит в галактический суперкластер Девы, насчитывающий более 30 тысяч галактик. И таких суперкластеров тоже тысячи. И это лишь в наблюдаемой нами части космоса. К сожалению, мы не знаем точных размеров Вселенной, но даже то, что нам посчастливилось узнать, воспринимается с трудом, и человеческий мозг пока просто не способен в полной мере оценить такие масштабы. И еще один удивительный факт заключается в том, что нас с вами не существовало бы, если бы звезды не взрывались и не разбрасывали по всему пространству космоса кирпичики для зарождения жизни. Но нас тревожат не столько размеры Вселенной, сколько то время, которое отведено нам для ее изучения. Самый интригующий вопрос – сколько мне осталось жить? Подумать только! Если вам повезет провести на этом свете 100 лет, то в вашем распоряжении есть 5200 недель. Если сейчас вам уже 25, то у вас осталось 3900 недель. Если вы умрете в 70 лет, то у вас всего лишь 2340 недель. Время нас поджимает. А что будет дальше? Все привычные процессы в вашем теле остановятся, а дальнейшее разрушение организма сотрет и вашу личность, что называется информационной смертью. Конечно, нельзя забывать и о духовной части, но об этом мы практически ничего не знаем. А тем более о том, что с ней может происходить после смерти. Скорее всего, наша жизнь – это все, что нам дано, и мертвыми мы останемся навсегда. Но если подумать, прошедшие 13 с лишним миллиардов лет пролетели для нас незаметно. А значит, и последующие после смерти миллиарда лет вы не ощутите. По одной из теорий развития Вселенной, она должна умереть по истечению определенного времени. Так что мертвыми будете не только вы. Все это звучит довольно печально и пугающе. От этой темы появляются лишь неприятные мурашки. Поэтому предлагаю вам рассмотреть ненаучную и, безусловно, субъективную точку зрения, которая может пролить маленький лучик оптимизма. Итак, только поймите нас правильно. Мы знаем о человеческом существовании не больше вас. Что это значит? Согласитесь, сомнительно, что триллионы триллионов звезд возникли для того, чтобы сделать невероятно красивым именно наше небо. Как будто в издевку нам был дан разум, благодаря которому мы поняли, что люди не главные герои в этой картине. Задумайтесь, если Вселенной придет конец, то все наши ошибки и плохие поступки не будут значить ровным счетом ничего. Хотя и сейчас они значат только что-то в рамках, которые мы сами создаем. Но в итоге Вселенная освободит нас от этого. Если наша жизнь — это все, что нам дано испытать, значит это единственное, что действительно имеет значение. Вряд ли Вселенной кто-то руководит, а значит у нее не должно быть правил и своей цели, значит мы сами можем их создать. И пока человечество не сошло со сцены, у нас есть возможность по-настоящему прожить свою жизнь. Не забывайте ценить каждую секунду, исследовать окружающий мир и себя, наслаждаться искусством, общением, вкусной едой и прекрасной природой нашей планеты. Не надо ощущать себя отдельно от Вселенной, ведь мы ее неотъемлемая часть, которая плюс ко всему может понять это и многое другое, которая способна рассуждать и делать невероятные открытия, меняющие жизнь. У нас еще так много вопросов. Одни ли мы во Вселенной? Что есть наше создание и душа? Что такое жизнь? И правильно ли мы вообще воспринимаем реальность? Мы способны найти ответы. Нам поможет наше стремление и любопытство. В конце концов, другие миры, которые мы мечтаем посетить. Это наш единственный шанс. И мы должны использовать его по полной. Мысли о смерти и смысле жизни рано или поздно приходят в голову к каждому человеку. Эти вопросы вечны, как сама Вселенная, но точного ответа на них найти пока не удалось. Многие еще при жизни задумываются, какая эпитафия будет выгравирована на могильном памятнике, о чем будут вспоминать родственники во время гражданской панихиды, а главное, со страхом ожидают часа икс. Страх смерти, если он не перешел в тонатофобию, полезен. Подстегиваемый им человек стремится жить более полно, продолжится. Создать семью, написать роман, снять фильм. Чувство страха придает остроту жизни, как секс на подоконнике 18 этажа. Интересно, животные страшатся смерти так же, как люди? Конечно, да. Представители рода человеческого не желают умирать по разным причинам. Из страха боли и страданий, ухода в небытие, потери контроля над ситуацией. Но животные не задаются столь глобальными вопросами. Так чего же боятся они? С одной стороны, звери, как и маленькие дети, не понимают, что такое смерть. С другой, у котов, собак, слонов и прочих представителей фауны все построено на инстинктах. Например, уход животного из дома перед смертью не стоит романтизировать, считая, что она покидает жилище, чтобы не огорчать хозяина. Скорее срабатывает рефлекс «бьют, беги». Животному плохо, оно не понимает причин этого, инстинктивно уходит подальше, прячется. Таким же образом, на уровне инстинктов собаки чувствуют близкую кончину человека. Более развитые органы чувств улавливают необратимые изменения в организме человека. Резюмируя, можно сказать, что инстинктивный страх смерти присутствует у всех развитых существ. Он провоцируется изменением состояния и выбросом большой дозы адреналина. Но что будет, если даровать человеку вечную жизнь, бессмертие? Не в Эдемском саду, как сулят адепты мировых религий, а на этом свете. Что, если человек получит любимое материальное благо? Многие из нас задумываются и о загробной жизни. Есть ли она? Как там? Издревле люди верили в существование иного мира, в который попадают умершие. Рай, Элизиум, Гена, Огненное, Царство Аида, Валхалла. В последнюю попадали души викингов, которые с честью приняли смерти на поле боя. Там их ожидает вечное пиршество с Одином и Валькирией. За время существования человечества иступленные поиски эликсира вечной молодости, ведь бессмертие без молодости бессмысленно не прекращаются. В этом вопросе наметилось значительное продвижение. Понимание значения хромосомных теломеров сделало очевидным тот факт, что если не бессмертие, то очень длительная продолжительность жизни человеку в скором времени обеспечена. Не вдаваясь в подробности процесса, кстати, о теломерах говорилось в одном из прошлых роликов, зададимся вопросом, что будет, если человек станет бессмертным? Во многих антиутопических романах эта тема неоднократно муссировалась. Выдвигались различные сценарии. От приема специальных препаратов для улучшения настроения и продления жизни до кабинок самоубийц, которые станут весьма востребованы в неумирающем обществе. Сразу разочаруем зрители. Эра процветания не наступит. Бессмертные рабочие, вахтеры, санитары, дворники в конце концов придут к выводу, что суицид – лучший выход из затянувшейся жизни. Гениев также не прибавится, поскольку смешение генома замедлится. Ведь при условии бессмертия рождаемость придется строжайше контролировать. В итоге получим застывшее, постепенно деградирующее общество. Возможно, стоит попробовать генерировать гениев искусственным путем. Но процесс не обязательно пойдет по плану. Генетика – наука непредсказуема. Например, как объяснить тот факт, что во многих случаях природа отдыхает на детях гениев? Тогда по какому принципу отбирать генный материал? Это только вершина айсберга. Прежде чем обрести бессмертие, общество должно серьезно трансформироваться, как социально, так и психологически. А пока мы будем рождаться заранее приговоренными к смертной казни, отложенной на несколько десятилетий. Хочется задать еще один сакраментальный вопрос, над которым не одно столетие бились философы. В чем смысл существования человека? Сформировалось несколько направлений, проповедующих собственные версии смысла жизни. Иррационалисты в лице Шопенгаура считали, что человек действует под влияние мировой воли. И единственное, что он может решать сам, это предпочесть предаваться удовольствиям или выбрать путь сознательного аскетизма. Хотя и в том, и в другом случае его ждут страдания и смерть. Экзистенциалисты, напротив, считают, что все зависит от воли человека, поскольку никаких божественных сущностей нет. Нигилисты, к примеру, одиозные Ницше, призывают всех живущих подчинить сверхчеловеку и удовлетворению его нужд, а смыслом жизни сделать получение удовольствия. Позитивисты считают вопрос о смысле существования риторическим, поскольку жизнь изначально бессмысленно. Прагматики же советуют извлекать из нее пользу. Посмотрите на своих соседей, друзей, родственников. В чем они видят смысл существования? В детях? Тогда они потеряют его, когда наследники вырастут. Власть, секс, деньги. Но политические течения меняются, финансовые империи распадаются, а секс банально присыщает. Социальные психологи считают, что смыслом жизнь наполняется только если выбрана цель. Достигнув ее, следует обозначить новые горизонты. И так до конца. Но и это не точно, как любят выражаться в юмористических мемах. Нашу жизнь можно сравнить с обычной игрой для ПК, пройдя которую интерес к ней тут же угасает. Вопрос о смысле жизни и страхе смерти слишком глубокий и разносторонний, чтобы осветить его в рамках короткого ролика. Все мы неизбежно идем к финалу. Наши органы заточены на постепенное увядание, а мысли со временем теряют остроту. Но короткое мгновение, подаренное нам законами мироздания, давайте проживем достойно, не опускаясь до бессмысленного способа существования. Может ли существовать на планете Земля абсолютная тишина? Нет. Наверняка известно это каждому, но есть специально созданные камеры с мощной защитой от звуков. Только дело в том, что ключевым словом является искусственно. И как бы то ни было, все равно изобретение – естественная земная среда, наполненная многоголосьем. А как на этот счет обстоят дела в космосе? Возможно ли во Вселенной существование полной тишины? Любуясь завораживающим вечным кружением планеты блеском звезд, мы редко задумываемся о звуковом аспекте. Более того, создатели блокбастеров приучили, на что вой пуль, выпущенных из космических бластеров, эпичные взрывы звезд и столкновения межпланетных шаттлов сопровождаются душераздирающими звуками. Многие принимают это на веру, ошибочно представляя космос довольно шумным местом. Это не так, хотя голос у Вселенной есть. Для начала немного теории. Звук – это упругие волны, распространяющиеся в жидкой, твердой или газообразной среде. В последнем случае – это воздух. Человеческое ухо воспринимает данные колебания. В вакууме же это невозможно. Тогда откуда появилась музыка космоса, которую часто можно услышать на портале НАСА? Вот это, например, не шум смертоносного земного урагана, а жутковатый голос чёрной дыры. Откроем простую истину. Если в космосе нет воздуха, то это не значит, что там не существует волновых колебаний, например, электромагнитных. Второй нюанс. Вакуум – это своеобразная атмосфера, только очень сильно разряжённая. Абсолютный вакуум – это миф, его не существует во Вселенной. Кажущаяся пустота заполнена частицами пыли и атомами водорода. Если вакуум не пуст, то в нём должны быть звуки, но при этом там почему-то мёртвая тишина и даже взрывы громадных звёзд совершенно немы. Подобный факт удивителен только в условиях Земли и для существ, имеющих органы слуха. Но это не единственный способ восприятия окружающего мира. Вспомните, ведь даже на нашей планете есть летучие мыши, способные улавливать колебания, нам не подвластны. Диапазон восприятия звука человеком – от 20 Гц до 20 000 Гц. В этот же интервал входят сверхдлинные радиоволны. Слышать их мы не можем, но перевести такие колебания на человеческий язык – в наших силах. Для этого достаточно преобразовать электромагнитные колебания в радиоволны и подать их на динамике наушников. Тогда человеку откроется разговорчивый космос. Этот удивительный опыт каждому стоит пережить, поскольку беседы планет, звёзд, чёрных дыр очень содержательны и не похожи одна на другую. Одни вызывают жуткие ассоциации, другие вынуждают испытывать чувство опасности, третьи провоцируют невольный трепет. Кстати, впервые космические голоса записал «Вояджер», а в дальнейшем НАСА, вдохновившись переводом, выпустили диск с многообразием звуков в космосе. Канал «Хаббл» предлагает зрителям испытать непередаваемую гамму чувств при прослушивании космических голосов, трансформированных в доступные нам звуки. Первым хотелось бы представить голос Солнца, главной звезды, дарующей нам возможность комфортной жизни на планете. Его голос похож на миллионы барабанов, бьющих в унисон и сливающихся в мистический, вечный завораживающий гул. Если говорить о далеких звездах, то примечательно последняя песнь умирающего в полутора тысячах световых лет от нас красного гиганта Эр-Скульптора. Поскольку такой финал спустя пять миллиардов лет ждет и наше Солнце, то голос затухающей звезды особенно интересен для землян. Астрономы из Атакамы записали радиоизлучение Эр-Скульптора и создали из него композицию по аналогии с музыкальной шкатулкой. Звук похож на капли дождя, падающие с ветки дерева в металлическую вазу, или на хаотичные ленивые прикосновения к клавишам рояля. Постепенное затухание звезды пробуждает тоску, погружая в раздумья о вечном. Голос Юпитера столь же впечатляющий, как и сама планета. Это похоже на тревожный колокольный набат. Местами звук переходит в вой и гул, словно ветер гуляет по пустым коллекторам. Иногда голос планеты похож на далекий океанский прибой. После его прослушивания приходят чувства одиночества и потерянности. О юпитерианской песне упоминалось даже в «Космической Одиссее» Артура Кларка. Любое космическое тело имеет собственный голос. Вот этот потусторонний вой исходит от Сатурна и его многочисленных колец. Этот нервный, спокойный шум, похожий на дыхание моря или звук самолета, пролетающего вдали, — голос Нептуна. Спутники планет также перекликаются между собой. Магнитосфера Ганимеда поёт голосами земных громов. Их раскаты отчётливо слышны во вселенской пустоши. Если углубиться очень далеко в космос, то можно услышать, как звучат пульсары. Их голоса похожи на пулемётную очередь или удары исполинской стенографистки по гигантской печатной машинке. Напоследок продемонстрируем, как звучит Земля из космоса. Над океанами звук похож на гул, будто прислоняешь ухо к большой ракушке. Над горами и ледяными шапками слышен шум, схожий с воем ветра на вершине Эвереста. А над горящими огнями континентов — это микс звуков, среди которых слышатся голоса, похожие на писк сирен, щебет птиц, гудение проводов. Голоса космоса можно слушать бесконечно. Они пробуждают что-то давно забытое, древнее, глубоко скрытое в человеке под влиянием цивилизаций. Отпустите себя на волю, прислушайтесь к музыке Вселенной. Вы до сих пор считаете, что столкновение двух автомобилей — это очень страшно? Всё познаётся в сравнении, ведь нас ждёт гораздо более масштабная космическая авария. Столкновение двух галактик — нашей и соседней. Туманность Андромеды в данный момент находится в двух с половиной миллионах световых лет от Млечного Пути. Но Титаны не стоят на месте. Они летят друг к другу на скорости 120 километров в секунду. И это при том, что, согласно теории Большого Взрыва, Вселенная до сих пор подвержена расширению. Но факты вещь упрямая. Спустя примерно 4 миллиарда лет галактика Андромеды, которая гораздо массивнее и больше нашей, беззастенчиво ворвётся в космическое пространство Млечного Пути. Если поинтересоваться многочисленными компьютерными моделированиями этого события, то наиболее феерично в этот период будет смотреться земное небо. Вначале спиральный диск Андромеды несмело покажется на горизонте, проявляясь со временем всё отчётливее и становясь больше, пока не займёт собой всё видимое пространство неба. Потом, долгие сотни тысяч лет небеса будут сверкать немыслимыми красками. И те, кто ещё останется на Земле, увидят, как на небесной кухне в буквальном смысле кипит пёстрая звёздная каша. Последнюю очередь случится вот что. Титанические гало обеих галактик приблизятся друг к другу. На горизонте Земли ещё долго будет виден их прощальный смертельный хоровод. Согласно мнению большинства учёных, гало Млечного Пути и Андромеды обязательно столкнутся, даже если спиральные рукава не слишком пострадают от такого объединения. Что же будет с нашей беззащитной планетой в результате глобального слияния? Вероятно, стоит поставить вопрос несколько иначе. Что произойдёт с Солнечной системой в целом? Как один из вариантов, все планеты во главе с Солнцем будут выброшены гравитационными силами прочь и продолжат свободный полёт в неизвестный космос. Но в таком случае обитатели Земли никогда больше не увидят привычного им неба. Вероятность такого сценария оценивается примерно в 12% из 100 возможных, но впереди 4 миллиарда лет. У нас ещё будет время сделать ставки. Кстати, возможно, для человечества слияние гигантских звёздных хранилищ будет уже неактуально. Поскольку к тому времени Солнце придёт к стадии завершения своего жизненного цикла, поэтому именно в указанный период оно постепенно станет трансформироваться в красного гиганта, испепеляя Землю и планеты земной группы. Считается, что поглощения одной галактики другой случаются очень часто. Наш Млечный путь уже пережил подобное, Да и Андромеда в прошлом поглотила как минимум одну карликовую галактику. Обычно при слове «столкновение», тем более в космическом контексте, представляется нечто архикатастрофическое, но, скорее всего, ожидаемого эффекта не будет. Звёзды не станут массово сталкиваться, а планеты натыкаться друг на друга, поскольку дистанции между объектами довольно значительные, чтобы подобное происходило. Например, Проксима Центавра, ближайшая к нам звезда, находится на расстоянии свыше четырёх световых лет. Для наглядности, если бы Солнце было размером с маленькую монетку, как и Проксима, то они находились бы на расстоянии более 700 тысяч километров друг от друга. Максимально значимое событие при объединении Млечного пути и Величественной Андромеды это слияние двух галактических центров в один и трансформация спиральных образований в гигантское эллиптическое. Правда, при сжатии газов могут появляться новые звёзды. Перспектива появления громадной галактики вместо двух породила в умах некоторых учёных мысль, что необходимо заранее дать ей имя. Предварительно решили назвать Титана Млекомеда. Но научный мир недавно поразила другая новость. Учёные заявили, что предполагают катастрофу помасштабнее и не столь отдалённую, как столкновение галактик. В 2015 году астрономы США озвучили пугающие сведения. Менее чем через миллион лет во Вселенной произойдёт взрыв двух массивных чёрных дыр. Это событие будет локализовано в созвездии Девы, но о его последствиях можно только догадываться. Все мы понимаем, что Земля всего лишь песчинка на гигантском пляже по имени Вселенная. Поэтому ни для кого не секрет, что над нами всегда давлеет угроза взаимодействия с иными космическими телами или последствиями взрывов. Но при этом Земля процветает, а человечество прогрессирует. Желание заглянуть в будущее преследовало человечество с момента зарождения первых цивилизаций. Кто только не пытался его предсказывать. Фанатичные жрецы, шаманы, страдающие галлюцинациями, меркантильные гадалки и, наконец, писатели-фантасты. Именно последняя категория предсказателей зачастую попадает в точку. Многое из того, что было написано в романах-антиутопиях, либо уже случилось, либо, скорее всего, произойдет в ближайшем будущем. Идеи очень разные, но все теории объединяет одно – глобальная сеть и ее несомненное влияние на дальнейшее развитие жизни людей. Понятие паутинок как нельзя лучше подходит к определению интернета. Скоро на Земле не останется места, где бы она не оставила свой след. Исключением не станет даже человеческий мозг. Миграция преступности в киберпространство. Аферисты-мошенники всех мастей пойдут совершать махинации туда, где протекают громадные финансовые потоки посредством электронных платежей, покупок в виртуальных магазинах. Будущее за киберпреступностью. Иллюзия вседозволенности, отсутствие бдительности у интернет-пользователей станут неплохим подспорьем. Конечно, правительство, возможно, уже мировое, отреагирует на подобные бесчинства созданием лицензионной версии интернета, полностью контролируемой и прозрачной. А преступность уйдет на просторы пиратской копии под условным названием «Андернет», содержащейся на средствах хакеров. Такой сценарий перекликается со многими антиутопическими версиями в смысле неизбежного разделения общества, как, например, в «Дивном новом мире». Социальные сети будущего. Апгрейд мозга. Здесь футурологи отпустили фантазию, не удерживая ее. Они не просто придумывают версии, основываются на динамике прогресса соцсетей за все время их существования. Обыденные лайки очень скоро станут неактуальны. Теперь за отличный пост последует осязаемый поцелуй, а за безобразное поведение – виртуальный подзатыльник. На повестке дня эффект присутствия. Пользователь не просто увидит апельсин, а почувствует его свежий вкус и божественный запах. Если вы, проживая в поселке Великие Лопухи, захотите встретиться в кафе с другом, находящимся, скажем, в Лондоне, то искусственная реальность предоставит такую возможность, а эмоции будут неотличимы от настоящих. Границы сотрутся. Хотите пляжную вечеринку в Доминикане? Один клик или усилие воли, и вы с коктейлем в руках любуетесь на ночной океан? Желаете вместе с другом посетить Джамалунгму? Пожалуйста, никаких финансовых или временных затрат. Мгновение, и вы на вершине мира. Есть и более пикантные моменты. Например, любимая женщина уехала очень далеко. В будущем это не станет помехой для встречи. С дамой сердца даже можно провести ночь, получив все многообразие ощущений. Торжество нейробиологии не за горами, поскольку достигается подобное исключительно воздействием на нейроны мозга, отвечающие за определенные чувства. Возможно, вначале для этого понадобится симулятор, скажем, очки или шлем. Но в дальнейшем ситуация поменяется радикально. Социально-политическая глобализация. В будущем через личный аккаунт, прикрепляемый за каждым землянином с рождения, можно будет голосовать. Посредством соцсети будут устраиваться глобальные референдумы. Бумажная демократия исчезнет как вид. Усовершенствование онлайн-переводчиков приведет к полному нивелированию языкового барьера, появлению мирового Вавилона, где все будут понимать друг друга. Не обойдется и без манипуляции сознанием пользователей, поскольку торговые площадки и киты бизнеса полностью интегрируются во всемирную паутину. Поколение Z не будет читать газет, смотреть телевизор или слушать радио. Вся информация сконцентрируется в сети, поэтому воздействовать прямыми и косвенными способами на такую аудиторию – одно удовольствие. Появятся мировые СМИ, продуцирующие глобальный реалити-шоу, участником которых сможет стать каждый, как в фильме шоу Трумана. Сформируются сетевые мегакорпорации, гипермаркеты, интернет-университеты, виртуальное правительство. Таргетированная реклама навсегда отомрет, поскольку производитель шоколадного батончика в буквальном смысле почувствует ваш голод и тут же предложит свой товар. Возможно, этого и не произойдет, или случится что-то совсем другое, но в данный момент одно неоспоримо. Эра интернета наступила и буквально одним кликом изменила будущее землян. Отрицать этот факт бесполезно. Как человечество воспользуется безграничными возможностями в дальнейшем, можно только догадываться. Мы крайне надеемся, что в реальность не воплотится антиутопический сценарий Олдеса Хаксли или Рея Брэдбери. А как вы думаете? Наступил очередной новый день. Но появились обстоятельства, которые делают этот день последним. Завтра на Земле погибнет все живое. Что ты будешь делать в такой важный и, в общем-то, единственный оставшийся день своей жизни? С Землей столкнется огромный астероид и не оставит шансов никому живому на голубой планете. Или погодите. Метеорит уже упал, просто остались сутки, после которых смертельные последствия достигнут масштабов всей планеты. Да какая разница, если это последний день? Сейчас ты наверняка комфортно устроился перед просмотром нового выпуска и не ожидал услышать подобные новости. Твой дом кажется таким надежным. Жизнь на родной планете спокойная и привычная. А солнечная система напоминает стабильный часовой механизм. Тебе кажется, что так будет всегда. Но так ли это на самом деле? Наша планета и наше дневное светило, благодаря которым мы имеем счастье жить, совсем нестабильно. Изменения происходят ежесекундно. На долгое и безмятежное существование нам рассчитывать пока не приходится. Почему пока? Потому что не просто так ученые умы усердно исследуют ближайшие планеты и спутники. Все они понимают, что конец может быть близок и надо бы иметь запасной аэродром. В эту самую секунду в ядре Солнца около 4 миллионов тонн вещества превратилось в лучистую энергию, а в следующую секунду еще 4 миллиона. Более 700 тысяч астероидов живут своей жизнью в поясе астероидов. В любой момент какие-то гравитационные возмущения могут изменить их орбиту. И вдруг они решат поближе познакомиться с Землей? Впрочем, история самой Земли тоже пестрит различными катастрофами. Земная кора находится в постоянном движении. А о ядре планеты известно не так уж и много фактов. Нельзя забывать и о главных паразитах Земли, которые играют самую важную роль в биосфере планеты. Это и о нас, конечно. Горение водорода вокруг ядра Солнца увеличит яркость звезды. И излучение станет намного интенсивнее. И когда ты уже не захочешь ехать отдыхать в жаркие страны, будет понятно, что скоро начнет испаряться вода. Потом Солнце превратится в красного гиганта, и Земля перестанет быть привлекательной голубой планеткой в обитаемой зоне. Но задолго до этого превращение увеличения температуры на планете уже обеспечит полное отсутствие зрителей такого масштабного события. Что ж, будет хорошо, если люди доживут до этих катаклизмов. Ведь гораздо раньше планету ждут другие интересные приключения. Тектоника плит или изменение наклона оси вращения Земли могут в корне изменить условия для нашего существования. Но о влиянии эгоистичных людишек тоже нельзя недооценивать. Массовое исчезновение многих видов, разрушение среды обитания, изменение климата и поверхности суши, увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере – за все это надо благодарить человечество. Естественно, если все будет продолжаться в таком духе, то глупо ждать процветания или стабильности состояния планеты Земля. Конечно, мы с вами вряд ли застанем тяжелые для человечества времена. Это можно засчитать как плюс нашей короткой жизни в космических масштабах. Все эти катаклизмы будут проявлять себя лишь через тысячи, миллионы и миллиарды лет. Правда, в расчет не берем столкновения с каким-нибудь астероидом, потому что, ну мало ли, будем надеяться, что наша цивилизация все же сможет переселиться на другие тела Солнечной системы, дабы выжить. А пока новоиспеченных метеоритов на Земле не наблюдается, ты можешь расслабиться и спокойно поставить лайк под видео. А в комментариях ждем ваши идеи по поводу того, как достойно провести свой последний день. И стоит ли жить так, будто твой каждый день – последний? Совсем недавно грандиозная миссия Кассини все-таки завершилась. Это был довольно грустный момент. Легендарный аппарат сгорел в атмосфере Сатурна, прослужив без месяца 20 лет. Он подарил человечеству огромное количество бесценной информации, открытий и всеми любимых снимков величественного Сатурна. Но, как говорится, не надо печалиться. Впереди нас ждет еще более грандиозная миссия, которая должна совершить самые невероятные открытия. Мы еще не устали восхищаться достижениями действующих на данный момент космических зондов, но в ближайшем будущем информация обещает быть более объемной и подробной. Вы готовы заглянуть в прошлое, в момент зарождения Вселенной? Тогда мы расскажем вам о самом мощном на планете телескопе, который и станет своеобразной машиной времени для людей. Все вы знакомы с автоматической обсерваторией, которая открыла для нас масштабы и красоту космоса. И так уж получилось, что название нашего канала совпадает с названием этого телескопа. Хаббл трудится на орбите Земли вот уже 27 лет и будет работать еще до 2021 года, как минимум. Но почти сразу после его запуска амбициозные ученые начали работать над созданием более продвинутого аппарата. Как вы уже поняли, они в этом преуспели. Телескоп имени Джеймса Уэбба. Вот современный преемник Хаббла. Итак, что же известно об этой махине и чего нам от нее ждать? Телескоп решено было назвать в честь второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба, возглавляющего агентство с 1961 по 1968 годы. Правда, сначала его наградили громким названием «Космический телескоп нового поколения». Но, видимо, передумали. Эта грандиозная миссия основана на международном сотрудничестве. Участие принимают 17 стран, а во главе проекта стоят НАСА, а также Европейское и Канадское космические агентства. Конечно же, после ввода в эксплуатацию ученые со всей планеты смогут использовать телескоп для изучения всего, что только можно, в пределах нашей Вселенной. На данный момент запуск Уэбба планируют на октябрь 2018 года с помощью тяжелой ракеты-носителя Ариан-5. И если все пойдет успешно по этому плану, то исследования начнутся уже в апреле 2019 года. Кстати, до этого запуск уже намечался на 2007, 2014 и 2015 годы. Но для очередного переноса причин вроде как нет, потому что осталось лишь пройти финальные тесты, сборку и соединение с солнечным экраном. Теперь немного о конструкции. В начале видео мы не просто так назвали этот телескоп «Махиной». Дело в том, что это самая большая в мире орбитальная инфракрасная обсерватория. Джеймс Уэбб может похвастаться высотой с трехэтажной дома длиной примерно в теннисный корт. Составное зеркало 6,5 метров в диаметре, тогда как у Хаббла в арсенале зеркало всего 2,4 метра. НАСА уверяют, что по мощности новый телескоп превосходит Хаббл в 100 раз. Это впечатляет. Огромная обсерватория не поместится просто так на ракете. Ее придется сложить, как оригами. И только непосредственно в космосе все сегменты по очереди будут раскрываться. В феврале 2016 года было объявлено о завершении сборки основного зеркала. Оно состоит из 18 шестигранных фрагментов, каждый из которых весит 40 килограммов. Зеркала сделаны из бериллия и покрыты золотой пленкой для оптимизации отражательной способности. Установку производили не люди, а созданный специально для этого робот. Телескоп, конечно, снабдили кучей оборудования. Различные камеры, спектрографы и датчики. Осталось надеяться, что он успешно пройдет все тесты, и запуск пройдет без заминок. Что Джеймс Уэбб планирует исследовать? Телескоп будет вести наблюдение в инфракрасном диапазоне с беспрецедентной чувствительностью. Он должен увидеть первые звезды и галактики, подобраться к Большому взрыву, если он имел место быть. Возможно, будет положено начало новым теориям возникновения и развития Вселенной. А может быть, это будут уже не теории. Уэбб должен совершить прорыв в изучении экзопланет. Кроме обнаружения других планетных систем, можно будет увидеть их спектральные линии, атмосферу и подробно исследовать ближайшие миры. Таких возможностей не было еще ни у одного телескопа. Очень подробно будут изучены Европа, спутник Юпитера, и Энцелад, спутник Сатурна. Кроме этого, под прицел попадут планеты-гиганты Солнечной системы, некоторые кометы, крупные астероиды, объекты пояса Койпера, туманности, звездные кластеры, галактики их скопления, квазары, отдельные участки галактик, и этот список будет пополняться. Кстати, не так давно нашумевшая система TRAPPIST-1e с семью планетами тоже будут под наблюдением. Итак, самый мощный на сегодня телескоп почти готов к работе. Впереди новый этап в понимании того мира, в котором нам посчастливилось жить. Совсем недавно известный изобретатель Илон Маск положил начало созданию новой компании, которая в недалеком будущем займется совмещением работы человеческого мозга и компьютера. Его идею поддержали еще несколько стартапов. Основную задачу, которую ставят перед собой изобретатели, является создание чипа для вживления в человеческий мозг, благодаря которому, возможно, будет помогать людям с различными заболеваниями нервной системы, которые в наше время не поддаются лечению. Кроме того, люди станут намного умнее, а также, что немаловажно, смогут отправляться в путешествие по виртуальным мирам с полным погружением. Но каким же боком повлияет на нашу жизнь погружение в виртуальную реальность? Многие футурологи высказываются о том, что через несколько десятилетий нас ожидает рай на Земле. Однако он не будет таким, о котором пишет Библия, а намного прекраснее. В ближайшее время все, к чему мы привыкли, видоизменится, потеряет свое первоначальное значение. Появятся новейшие технологии, которые изменят наше существование как человечество. Грядет появление виртуальной реальности с полным погружением. Но что бы это значило? И к чему может привести появление одной лишь такой технологии? Во-первых, произойдет огромное переформатирование мировой экономики. Люди не будут стремиться к финансовому обогащению. Все, чего они захотят, будет доступно в виртуальном мире. Они получат все возможные невозможные удовольствия реального мира. Зачем покупать дорогую недвижимость, если можно жить в роскошном доме виртуально? Ходить на работу каждый день потеряет всякий смысл, так как многие профессии будут востребованы в сети интернета. В связи с этим уменьшится спрос на автомобильную и авиационную промышленность. Ведь не нужно будет ездить на работу или летать в зону отдыха. Звучит бредово. В современном мире мы стараемся работать для улучшения положения в обществе. Нам нужно зарабатывать деньги для покупки разнообразных благ, а также для удовлетворения своих прихотей. Сейчас нам очень важно понравиться людям, чтобы быть как все. Однако с приходом виртуальной реальности с полным погружением большинство из нас прекратит обращать внимание на противоположный пот. И это второе по значимости, что произойдет в будущем. В виртуальной реальности все люди идеальны, красивы, неповторимы, что нельзя сказать о современном мире. Удовольствие от секса в виртуальности будет намного сильнее, поэтому вы не будете ставить себе за цель понравиться окружающим. Деньги, власть, слава – это то, к чему мы стремимся сейчас. Но в виртуальном мире эти понятия потеряют всякий смысл. Люди прекратят покупать дорогую одежду или парфюмерию, что приведет к остановке производства этих товаров. Куда денется индустрия развлечений? Ведь надо будет как-то и отдыхать? А зачем? Если можно погрузиться в виртуальную реальность и оказаться в любом парке аттракционов или на каком-нибудь курорте, не выезжая из дома, просто создавая у себя в голове любую вымышленную картинку. Эти же футурологи единогласно пришли к одному, что жизнь станет во много раз дешевле и интереснее, чем мы имеем сейчас. И, скорее всего, только благодаря виртуальной реальности это будет возможно. Она сыграет ключевую роль в нашем будущем. Итак, чего же нам ждать положительного, как эта реальность изменит нашу жизнь? Мы способны будем создавать в голове все, что только пожелаем. Роскошные дома, машины. Нам будут доступны все блага цивилизаций. Возможно, это сон, но на самом деле, осознавая это, мы творим все, что вздумается. Со временем включается режим Бога. Любые желания возможны и нам под силу. В связи с этим изменится вся система ценностей. Приход виртуальной реальности ознаменуется и значительными социальными и экономическими изменениями. Все, что нам кажется важным и существенным сейчас, в будущем будет вызывать только улыбку, а у пришедшего поколения после нас непонимание, как можно было жить так. Для примера, современное поколение уже не знает, что такое компакт-диск или видеокассеты. Для чего нужен видеомагнитофон или проигрыватель компакт-дисков? Зачем нужны все эти приспособления, если можно в сети интернет найти все, что необходимо? И самое главное, что принесет виртуальная реальность с полным погружением, это возможность обойти технологические пределы развития. Например, в виртуальной вселенной появится возможность телепортироваться силой мысли. Все, что нельзя изобрести в настоящем мире, можно будет с легкостью, не прилагая каких-либо физических или умственных усилий, создавать в цифровой реальности. Исходя из этого, возникает вопрос, если обладая такими возможностями, имея вымышленную вселенную, нужно ли будет нам познавать настоящую реальность? Зачем, например, изучать космос, если можно одной лишь силой мысли создать свои планеты, галактики или осуществить невероятные приключения? Это все хорошо, но мы живем сейчас и прекрасно понимаем, что вряд ли наше поколение доживет до создания такого рая, как виртуальная реальность с полным погружением. Ваша жизнь прекрасна и размеренна. Вы живете в красивом доме посреди садов. И вдруг вы понимаете, что ночью стало слишком холодно, а днем – через чуржарка. Вам стало слишком трудно справляться с уборкой, так много вокруг пыли. Ваш уютный и светлый дом атакует полчища насекомых. И однажды утром, проснувшись, станет ясно, что леса на грани исчезновения. Это все неправда. И дело не в том, что это звучит словно сценарий постапокалиптического фильма. Ведь в реальной жизни такой исход событий невозможен. Или возможен. Человечеству повезло, и так резко деревья не исчезнут. Но процесс уже запущен. Так что же произойдет, когда он завершится? Потоп и засуха. Да-да, вы не ошиблись. В результате того, что лесной массив исчезнет, снег, который выпадает, будет таять неправильно, вызывая природные катаклизмы. Роль деревьев в таянии снега огромная. Во время зимних буранов лес препятствует выдуванию снежного покрова, тем самым храня запас жидкости. Весной деревья затеняют снег, и он тает не так быстро. Что это значит? Лес выступает природным регулировщиком уровня влаги в почве, контролирует сток жидкости в реке. Помните картинки из «Безумного Макса»? Когда земля не может больше ничего родить, кроме страшного ветра и густой вуали песчаных бурь. Именно это ждет человечество в случае исчезновения деревьев. В результате гибели лесов природа в отместку запустит сильнейшие эрозийные процессы. Проще говоря, почву, которую раньше держали корни, будет раздувать ветром. Повсеместно будут возникать пыльные смерчи и песчаные штормы. Фантастика? Как бы не так, по мнению ученых, на месте пустыни Сахара когда-то давно были зеленые леса. История, кстати, помнит о пыльных бурях на юге Украины в 1892 году, когда под пахоту были вырублены гектары леса. 70%! Столько живых организмов обитает именно в лесах. Из них именно в тропических лесах обитает 90% наших ближайших родственников – приматов. Хотите еще цифр? 50 миллионов видов живых существ не имеют другого дома, кроме леса. Вы представляете себе масштабы кладбища? Примерно половина всех живых организмов в лесах, особенно в тропиках, изучена плохо или не изучена вовсе. Все эти виды уникальны и потенциально полезны для человека. К примеру, 26% всех лечебных веществ на сегодняшний день было получено из тропических растений. Таким образом, исчезновение деревьев потянет за собой вымирание львиной доли живых существ и утрате потенциально полезного звена эволюционной цепи. А теперь наденьте на голову пакет и немного затяните на шее. Попробуйте подышать. Не удивляйтесь, это всего лишь наглядная демонстрация следующего этапа утраты планетой деревьев – парникового эффекта. Вам нравится? Массив леса – извечный аккумулятор, который удерживает в биосфере химические элементы и воду, взаимодействующий с тропосферой, создающего баланс углерода и кислорода. 90% всей зеленой массы планеты сосредоточены в лесах. Если исчезнут обширные площади деревьев, ускорится углеродный круговорот, который уходит в атмосферу углекислым газом. Так возникает парниковый эффект. Нью-Йорк. Середина 90-х. Повальная вырубка лесов. Интенсивное ведение сельского хозяйства приводит к резкому ухудшению качества питьевой воды. Тогда власти города были поставлены перед выбором. Строить мощные очистные сооружения за 5 миллиардов долларов или повысить защитную функцию лесов и других экосистем водоохранной зоны. Экономные американцы выбрали второй вариант. Для этой цели выкупалась земля вдоль рек. Владельцам фермы лесов выплачивались значительные дотации за ответственное ведение хозяйства в водоохранной зоне. Это стало удачным и экономным решением для Нью-Йорка. Лес – природный фильтр. Деревья обладают способностью преобразовывать химические атмосферные загрязнения, особенно газообразные. Самой большой способностью окислять обладают хвойные леса. Лес как губка впитывает компоненты промышленных загрязнений. Если не станет деревьев, через несколько лет воздух будет непригоден для дыхания, а качество воды ухудшится еще быстрее. Возможен ли такой исход событий? На ум сразу приходят постапокалиптические картинки. Люди в противогазах, борьба за воду, кислородные баллоны за спиной. Без деревьев наша планета была бы совершенно иной. Никаких людей, кругосветных путешествий, динозавров. Никакой привычной нам жизни. Ибо деревья – это и есть жизнь, которую мы с легкостью можем потерять. Что общего между раком и бессмертием? Казалось бы, это диаметрально противоположное понятие. Но 2015 год сделал их практически тождественными, представив в абсолютно новом свете. Года назад произошло неординарное событие, не оставшееся незамеченным в научном мире. Американская исследовательница, председатель совета директоров компании BioViva Элизабет Перриш согласилась на проведение небывалого генного эксперимента, ради которого подвергла свое здоровье и жизнь определенному риску, поскольку такое вмешательство в организм человека было произведено впервые. Эта цветущая 44-летняя женщина позволила на 20 лет обратить вспять собственные биологические часы. Для этого даже пришлось выехать на территорию Колумбии, поскольку в США молодельные инъекции не прошли должную санитарную экспертизу. Если бы компания BioViva задалась целью выполнить все законодательные преграды системы Соединенных Штатов, то для разработок понадобилось бы еще 20 лет и около миллиарда долларов. В чем суть инновационного эксперимента? Следует начать с АЗОВ. Чаще всего мы судим о возрасте человека, взглянув на его внешность, забывая о том, что процессы старения начинаются на клеточном уровне. Человеческие хромосомы, помимо уникального информационного кода, снабжены теломерами. Изначально считалось, что это бесполезное включение. Но позже ученые выяснили, что это защитное окончание хромосом, которые со временем сокращаются в размерах, постепенно прекращая выполнять барьерную функцию. Этот процесс можно сравнить с истончением кончика человеческого волоса, который в первую очередь подвергается деструкции. Именно сокращение длины теломера провоцирует физическое старение организма. Определить биологический возраст клетки можно с помощью измерения этого защитного барьера. Чем он короче, тем клетка старше. Размер теломера рассчитан примерно на 50 делений соматической клетки. После этого запускается процесс увядания. За восстановление теломера отвечает специальный фермент – теломераза. Именно ее активность способна вернуть его прежнюю длину. Значит, это тот самый мучительно искомый эликсир молодости и вечной жизни? Но не спешите восторженно откупоривать шампанское. Все не так просто. Дело в том, что теломераза беспрерывно функционирует только в половых и роковых клетках, делая их, по сути, бессмертными. Такова жестокая игра природы. Теоретически организм бессмертен, но при этом умирает от рака. В соматических же клетках теломераза не работает, поэтому теломеры неизбежно укорачиваются, а клетки при каждом делении стареют и, в конце концов, умирают. Ученые озадачились вопросом привить ген теломераза лабораторно культивированным соматическим клеткам, и сделали это в 1997 году. Эксперимент удался. Фермент исправно работал в предлагаемых условиях, увеличивая продолжительность жизни клеток в полтора раза. И только в 2015 году на основе указанного исследования было решено сделать инъекции модифицированной РНК, увеличивающей активность теломераза женщине из США Элизабет Перриш. Вещество призвано ускорить деление клеток, увеличить длину хромосомных теломеров, значительно омолодив организм. Примечательно, что ген теломеразы вставили внутрь стерилизованного аденовируса с целью молниеносного распространения по организму. Прошло уже два года. Результаты небывалого эксперимента ошеломляют. Лейкоциты Перриш значительно молодились, а хромосомные теломеры вернулись в то состояние, в котором были 20 лет назад. Элизабет утверждает, что эксперимент призван решить основную проблему смертности на планете – гибель по причине старения. Именно оно провоцирует большинство смертельных болезней, поэтому воздействовать надо прежде всего на увядание организма, а не на недуг как таковой. Цель не во внешнем омоложении, а глубинном изменении структур тела, направленных на продление их жизнеспособности. Если удастся запустить процесс в полной мере, то пожилое население планеты будет не менее активно, нежели молодежь. Уделом стариков перестанут быть дома престарелых и инвалидные кресла. О побочных эффектах прививки от старости доподлинно неизвестно. Предположительно, в результате инъекции может увеличиваться риск раковых перерождений, но это не доказано. В интервью Элизабет часто описывает свои новые ощущения. По утрам она непривычно бодра, но по вечерам чувствует себя словно трёхлетний ребёнок. Женщину преследует единственное желание – пораньше лечь спать. Её сон здоровый, практически без сновидений. Ещё Перриш ощущает мышечную боль, которую приписывает активному обновлению тканей. Но мировой общественность интересует логичный вопрос – когда убийца старости пойдёт в массы. Учёные концерна BioViva считают, что при условии привлечения инвесторов уже через пять лет подобная терапия будет стоить около 60 тысяч долларов, а через 15 лет можно сделать антиэйдж-прививки бесплатными. Это сэкономит громадные деньги, ведь только США ежегодно тратят триллионы долларов на лечение болезней Паркинсона, Альцгеймера, онкологических патологий. Не говоря об уходе государственных структур за престарелыми гражданами, становящимися на закате жизни невольным балластом для общества. Разве на этом фоне полтора миллиона потраченных на генную терапию не кажутся каплей в море? Если всё пойдёт по плану и мир глобально омолодится, значит, пластические хирурги останутся без работы? Элизабет считает, что нет, поскольку прожив 130 лет, возможно, человеку надоест его внешний вид, ему захочется в себе что-то поменять. Конечно, история несколько смахивает на жизни описание Бенджамина Баттона, но впервые земная наука даёт нам реальный шанс на бессмертие. Так что, до встречи в будущем! Марс-1 Все любят путешествовать в другие города, страны и на другие планеты. Да, последний пункт на сегодня тоже имеет право быть. Марс-1 на шаг ближе к реальности, и поэтому учёные говорят, что мы без труда сможем колонизировать эту планетку. Чтобы проект Марс-1 выгорел, мы должны добывать воду из марсианской почвы для питья, азот и кислород из воздуха для создания атмосферы. Все эти технологии, говорит Лэнсдорп, уже существуют. Но существуют! 22 апреля 2013 года неправительственная организация Марс-1 открыла приём заявок на участие в колонизации Красной планеты, предусматривающей межпланетный перелёт, как бы это героически или отчаянно не звучало, в один конец, включающий строительство долговременной марсианской обитаемой станции. По сообщению представителей организации, в течение неполного месяца свои заявки подали около 80 тысяч человек. А по завершении первого тура сбора заявок, желание принять участие в миссии невозвращенцев проявили 202 586 человек. Из них достойных кандидатов набирается порядка десятка человек. Теперь шансы выиграть лотерею кажутся более реальными. В конце 2015 года Марс-1 начал отбор будущих астронавтов, которые проходят курсы обучения необходимым навыкам, а также тесты на длительное пребывание в закрытых пространствах, в симуляторах межпланетного корабля и колонии. В состав группы обязательно будут входить представители обеих полов. Минимальный возраст участников — 18 лет. Максимальный — 65 лет. Заявку могли подать граждане любой страны. Приоритеты имеют высокообразованные, умные, здоровые люди с научно-техническим образованием. Короче говоря, немногие. Окончательное решение о том, кто полетит на Марс и кто будет первым человеком, ступившим на поверхность другой планеты, оставлено на усмотрение широкой общественности. Марс-1 — частный проект, руководимый Басом Лэнсдарпом. Он включает в себя полет на Марс с последующим основанием колонии на его поверхности и трансляцию всего происходящего по телевидению. Согласно плану компании, вначале на Красную планету отправляется грузовой корабль с двумя с половинами тоннами запчастей, оборудования, солнечных батарей и других полезных для будущих колонистов вещей. Следующим рейсом в 2018 году отправится первый из двух марсоходов, задача которого — выбрать участок для строительства колонии. Пока известно только, что она будет расположена в низине между 40-й и 45-й параллелями в северном марсианском полушарии, то есть там, где, по оценкам ученых, еще хватает солнечного света для выработки электричества и одновременно имеются достаточно большие запасы водяного льда. В 2021 году на Марс должны прибыть шесть кораблей, два из которых станут жилыми блоками, два — элементами системы жизнеобеспечения, еще один привезет партию грузов, а последний — доставит второй марсоход. Судя по всему, через пять лет ходить в кино на фильмы типа «Марсианин» будет уже неинтересно. «Марс-1» намерена к 2023 году высадить на Красной планете четырех человек, которые станут основой постоянной колонии. После этого новые группы поселенцев будут прибывать на Марс каждые два года по мере открытия благоприятных баллистических окон для старта с Земли. По предварительным оценкам сотрудников компании, отправка первых четырех переселенцев на соседнюю планету обойдется в 6 миллиардов долларов. Базирующаяся в Нидерландах организация планирует покрыть большую часть расходов, организовав глобальное реалити-шоу, в ходе которого все стадии миссии, начиная с отбора астронавтов и заканчивая первыми годами жизни на Марсе, будут происходить под непрерывным наблюдением видеокамер. А еще говорят, что зомбоящика пользы нет. Самое время проверить гостеприимство соседа Марса и, возможно, познакомиться с зелеными человечками или армией чужих. Про зеленых человечков я пошутил. Поэтому ставьте большущий электронный лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал и паблик. Впереди еще много интересного и неизведанного.